дорогие друзья мы продолжаем уроки по изучению перке а вот и сегодня четвертая глава и мы используем эту замечательную книгу с подробными пояснениями и мы продолжаем чтение и комментарии чтение разбор важных моментов комментариев к этой главе итак первая мишна бензома говорит кто мудр тот кто учится у каждого человека как сказано в таилим 119 99 от всех учивших меня набирался я мудрости ибо о заповедях твоих беседа моя кто силен тот кто усмиряет свое дурное начало как сказано в мишлей 1732 сдерживающий гнев лучше богатыря и владеющий собой лучше завоевателя города кто богат тот кто доволен своему делом как сказано в тагилим 128 2 когда ешь ты от плодов труда рук твоих счастлив ты благо тебе счастлив ты в этом мире и благо тебе в будущем мире а кто удостаивается почета тот кто почитает других людей как сказано шмуэль 1230 ибо я чтящих меня почитаю бесславившие же меня посрамлены будут бензома бензома это сын зомы и сказано так про него что он умер молодым и сказано также что в то время было четыре мудреца по имени шимон на зома это шимон шимон бензома шимон бен назой шимон бен на нас и шимон из тимны сказано так про него что когда умер бензома не стал толкователем торы и так если женщина добронравна сказано в комментариях она достойна похвалы не только за нрав но и за красоту ее красота не обманчиво и несуетно красота и очарование лишены смысла только если они бессодержательны на это царь шлома царь соломон сказал известная песня шит хай точно также человеческая мудрость силы богатство и почет обретают смысл только в том случае когда они проникнуты стремлением к высшей цели тот кто учится у каждого человека что это значит учиться даже у тех кого превосходит и сам и возрастом и знаниями таким образом он показывает что его стремление к учебе это чистое чувство направлено на то чтобы постигнуть и знать бога раббину иона приводят высказанные нееврейских мудрецов тот кто постиг все грани мудрости но не любит мудрость не является мудрецом говорит он а того кто не обладает знаниями но любит мудрость и стремится обрести ее называют мудрецом отсюда появилась также греческое слово философ философ это тот кто любит мудрость любящий мудрость ибо заповедях твоя твоих беседа моя еврейский народ это свидетельство существования всевышнего как сказано еще я губы свидетели мои слова господа то есть мы обретаем способность видеть в людях хорошие учиться у них добру поясняет рэбэ то есть это относясь другому человеку как доказательство существования бога да мы обречаем обретая способность видеть в людях хорошие кто силен бензом утверждает что самоконтроль и способность прощать свидетельствует о большой силе нежели безрассудная храбрость сдерживающий гнев лучше богатыря терпение рождающийся от силы ми гибор самоконтроль есть благо в отличие от терпения порождаем в немущий а то есть когда человек терпит за счет силы своей воли владеющий собой лучше забоевателя города сказано на например царь преодолевает гнев и не убивает находящихся в его власти врагов чей город он только что завоевал тот кто доволен своему делом истина богат тот кто доволен своему делом и всегда находится в мире сам собой говорит в пояснениях рэбэ исключение когда речь идет о мирских делах думая о том кто беднее тебя и будь доволен своему делом однако когда речь идет о духовных материях думая о том кто выше тебя кто превосходит тебя и постоянно стремись к духовному росту сказано в хазде а вот комментарий на вот пять шесть лот и его жена могли бы испытать удовлетворение собственным духовным уровнем посмотрев на тех кого наказывает всевышний поэтому ангел предупредил их не оглядываться когда они шли когда разрушался с домом мора не оцените себя по мере тех кого превосходите но оставайтесь во всей окрестности не оставайтесь во всей окрестности то есть не будьте благодушными и самодовольными ведь вы должны постоянно совершенствоваться а то есть это призыв к тому чтобы не быть на дом уровня постоянно стремится сделать что-то большее и достичь достичь более высоких ступеней так вот жена лота что она сделала она оглянулась то есть она сравнила себя с теми чей духовный уровень был ниже собственно и она стала самодовольной и безжизненной подобно соли которая не способна к росту да она превратилась соляной стол далее рассказы из мишны тот кто почитает других людей творением называется человек чья единственная заслуга в том что его сотворил бог бесславившие же меня посравлены будут презирая любое творение бога человек как будто не дай бог презирает сама бога поэтому что каждое существует потому что каждое существо это дел рук мастера как сказал один некрасивый человек тому кто посмеивался над его внешностью иди к мастеру то есть к всевышнему сделавшего меня и спроси его это сказано в то они 20 б тот же кто презирает творение презирает на самом деле самого бога и наоборот тот кто уважает творение бога оказывает почести богу и в конце концов саму доставится почета говорит рыба вторая мишна бен азай говорит торопись исполнить даже легкую заповедь избегая нарушения закона ибо одна заповедь влечет за собой другую заповедь одно нарушение влечет за собой другое нарушение ведь награды исполнения заповеди другая заповедь а награда за наказание а наказание за нарушение это другое нарушение и так значит завза заповедь заповедь за нарушение еще одно нарушение бен азай кто-то бен азай как и бен зома бен азай умер молодым и он не успел получить рабинского звания ученик он является учеником и товарищем рабе акивы и он прославился блестящим умом и любовью к изучению тора когда сказано что он когда преподавал тору его окружали языки пламени как во времена изначального дарования тор на горе сина и также нем сказано когда умер бензака не стал усердно изучающих тор и так терапись терапись исполнять заповедь здесь имеется ввиду эмоциональный подъем и радость при исполнении любой заповеди даже малой это удовольствие и радость происходит от знания того что заповедь даже легкая связывает нас бесконечным богом и это приводит к тому что человек мчится мчится всей душой исполнить заповедь сказано так что всевышний он непостижим он велик и мы никак не можем приблизиться к нему за исключением двух путей первое это изучение торы заряжает нас с богом и второе это исполнение его заповеди так вот человек должен торопиться с радостью полная заповеди а что же его может тормозить тормозить может его его тогда он не может по-настоящему торопиться сказано здесь в мишне легкая заповедь то есть имеется ввиду простая в исполнении но нету выражение нету выражение легкий грех то есть нету греха однако согласно мазору витре слова митсва относятся и греху тоже то есть это выражение следует понимать как беги от греха даже такого который кажется незначительным на одна заповедь лечет за собой другую заповедь то есть если человек живет такой жизнью и делает определенные поступки то его жизнь определяется его поступками и он приучится к исполнению заповеди если он приучится то для него естественным станет исполнение заповеди то же самое по отношению греху если может что-то станет привычным то ему и исполнение таких поступков может стать привычным награда за исполнение заповеди бог награждает исполняющих заповеди возможность исполнить другие заповеди оказывает помощь в их исполнение то же самое относится и греху высшая награда метра шумуэль объясняет что высшая награда за исполнение митсва это митсва значение связь до митсва слова цавта митсва это цавта это связь то есть тот момент когда евреи исполняет заповедь он связывается с богом чем больше митсва тем больше эта связь так вот таким образом важно еще еще раз подчеркивается здесь пояснение что важно исполнение заповеди с нарушивлением с радостью в восторге наказание за нарушение другое нарушение так вот пояснение говорят нам что более суровое наказание за грех что нет другого более сурового чем сам грех другой грех потому что из-за него человек отторгнется и отделяется творца третье мишна он часто говорил никто не презирай никого не презирай и ничего не отвергай потому что нет человека у которого не было бы своего часа и нет вещи у которой не было бы своего своего места бен азай продолжает поучение бензомы кто доставится по счету тот кто почитает других людей в этом мире нет ничего бесприцельного потому что все сущее это творение бога никого не презирай медраше изложена история дуклетинуса диуклетиана сына паса жившего блествери которого били унижали еврейские дети так вот потом он стал императором и решил отомстить за нанесение ему этой обиды имеет еврейские мудрецы явились к нему и спросили зачем карать за прошлое унижением же под него подвергался свинопас а не император так он простил их и сказал будьте осторожны впредь так вот по словам медраше шмуэль не следует презирать людей которые на первый взгляд не имеют никакой никаких захлуп заслуг потому что даже никчемные люди исполнены заповеди поддом на гранату сказано в трактате хагига сказано также не презирая никого полагая что он или она безнадежны потому что нет человека у которого не было бы своего часа то есть ни один миг искреннего раскаяния раскаяния не может обратиться то есть за один миг искреннего раскаяния он может обратиться к богу и стать цадиком поэтому нужно достучаться до этого человека и убедиться и убедить его вернуться к богу в трактате мусара вот эти слова истолкованы следующим образом обнаружив ком-то изъян не придирай всего человека не считаю безнадежным из-за одного обнаруженного тобой недостатка точно также не придирай все человечество из-за изъянов одного или нескольких человек высказывая упрек кому-нибудь дело это мягко не высказывай презрение к нему в своем упреки потому что иначе своим упреком ты вызовешь нём ненависть и пренебрежение по отношению к твоему совету напротив говори с ним любезными словами которые проникнут нему в душу и принесут тебе успех и итак нет человека у которого не было бы своего часа или вещи который не было бы свое место помни о том что искушение других людей могут быть намного сильнее твоих это не даст тебе презирать их за их пороки а в лев а вот эти слова объясняется так никогда нельзя думать так у меня достаточно людей мне не обязательно дорожить этим человеком напротив никого не презирай потому что друзей не может быть слишком много далее внешне сказано ничего не отвергай то есть не отвергай никакой идеи или вещи которые ты настоящее время считаешь ненужным потому что однажды они тебе могут пригодиться здесь приводится такая притча про льва и мышь что однажды мышь нечаянно разбудила спящего льва пробежав по его ноге и он воскричал на нее презренная мышь ты заложила смерть за то что разбудила меня тогда она ему ответила я знаю что поступила дурно но умоляю не причиняй мне вреда я отблагодарю тебя лев расхокотался как же может такое ничтожество подобное тебе помочь царю зверей он спросил ну отпустил он таки мышь и как-то раз отправился отправились на охоту и лев попал лев шел сам на охоту и попал в ловушку которые охотники поставили и он взрывел так громко и мышь услышала его и подумала наверное я попал в беду пойду и спасу его и она бросилась ко льву и грызла спутавшие его лапу веревку пока он не смог вырваться на свободу каждому человеку и каждой вещи принадлежит особая роль в замысле творения и без них мироздание будет незавершенным сказал мораль из праги четвертая мишна раби левитас лидер явный говорит будь высшей степени смиренным ибо все что ожидает человек от лен раби йоханнан бен барброка говорит всякого кто скверняет имя бога тайна наказывает открыто при сквернении имени нет разницы между нечаянным или намеренным действием раби левитас он носил имя леви и он входил в число семидесяти мужей сангедрина которых было 70 и его имени прибавили таз потому что числовое значение таз тед самых вместе со словом 70 в мишне есть внутренние связи сказано что не должен пренебрегать никем из людей и тебе надо быть самим смиренным в их присутствии связь между двумя изречениями этой мишны можно объяснить по разному не скромный человек оскверняет имя бога как говорит раби матитьяху потому что гордыня по его по сути своей это отрицание присутствие бога если твоя скромность может привести к осквернению божественной имени то нельзя вести себя скромно напротив защищай свою честь и честь того что ты представляешь а некоторые люди выполняют предписание быть скромным только внешне в то время как их сердца исполнены гордыни такое лицемерие приводит к осквернению божественного имени будь высшей степени смиренным сказано по словам рамбама несмотря на то что как правило не следует впадать в крайности ни в чем нужно тем не менее быть чрезвычайно скромным вплоть до уничтожения последних частиц собственного я праведники считали гордыню очень пагубной и стремились избавиться от нее рамбам рассказывает историю об одном добродетельном человеке который считал самым счастливым днем своей жизни тот день когда его очень сильно унизили но это его совершенно не задело для того чтобы начать духовную работу над собой человек должен ощущать собственное я но пройдя этот этап он может полностью отказаться от своего эго один мудрец сказал человеку который предавался чрезмерному самоуничтожению ты не настолько велик чтобы позволить себе так принижать себя полностью отказавшись от эго человек со временем достигает момента слияния своей воли с волей бога следующее высказывание из мишны все что ожидает человека тлен здесь есть такое высказанное пояснение созидающая грусть иногда эго заслоняет как бы омрачает душу когда это происходит человеку нужно подумать о бренности телесного существования и его собственных недостатках таким образом усмиряя эго и снова вызывая голос души однако в отличие от тоски изнуряющий человека печаль вызвано и честность самокритикой и самооценка ведет к переменам в душе и в конце концов к радости божественное смирение рамбам цитирует высказание столмуда везде где ты находишь его величие упомянутое в торе ты находишь и его смирение в талмуде приведены три примера по одному из каждой части танха из торы бог великий сильный и страшный он творит суд сироте и вдове и любит пришельца доставляя доставляя ему хлеб и одежду из пророков вместе высоком и освященным обитаю я но с тем кто сокрушен и смирен духом а также из писания превозносите выседающий на небесах отец сирот и судья вдов рамбам также цитирует несколько стихов из торы человек обладающий высокомерным духом подобен тому кто поклоняется идолам и отрицает существование бога также сказано мерзость пред господом всякий высокомерный это сказано в талмуде в трактате 100 следующий высказание из внешней всякого кто скверняет имя бога тайна эти слова относятся к человеку поступающему безнравственно как бы не обращая внимание на всевышнего и такой человек оскверняет имя бога и отрицает его существование в большей мере тем чем тот кто осознает свою неправоту и не может управлять своими страстями глагол осквернять ли халель на иврите содержит корень халали означает пустой то есть тот кто грешит тем самым создает пустое пространство которым не видно шхины божественное присутствие талмуд также говорит всякий кто совершает преступление тайна как будто теснит стопы шхины божественное присутствие так вот каждый кто скверняет тайна его наказывают открыто то есть его тайные поступки будут преданы огласке говорит раши далее в нишне сказан нечаянно или намеренно эти слова относятся к тому кто грешит тайно и не намеривает не намеривается осквернять имени бога если его грех получит огласку и вследствие этого приведет к осквернению божественного имени то его накажут публично это делается не для того чтобы ужесточить его наказание для того чтобы показать насколько ужасно осквернение имени бога далее говорится про семейный раздор в книге big day к вот предложено новое твакование когда муж и жена живут в мире и любви шина прыгать прибывает у них в доме в талмуде сказано что муж и жена когда не заодно вместе составляют божественное имя потому что слова означающие на иврите мужчину и женщину ишь и иша вместе содержит буквы божественной имени ютэй однако если боже сохрани между ними наступает раздор или они дома в тайне скверняют божественное имя ютэй то об этом об их неладах становится известно когда люди видят как ведут себя их дети в каббалистическом аспекте это так объясняется что любое совершенное нами прегрешение приводит к повреждению одной из букв божественного имени например если проступок связан с мудростью то он приводит к изъяну буквы ют божественного имени так вот на нас лежит огромная ответственность и марай утверждает что сквернение божественной имени происходит тогда когда раввин или ученый славящийся знанием торы или человек известный своей религиозностью ведут себя недостойно они позорят тору потому что люди говорят смотрите что бывает когда учат тору лучше вообще ею не заниматься марай писал марай писал об огромной ответственности возложено начинать на человека занятого изучением торы жизнь и смерть перед мудрецом торы жизнь если люди возлюбят божественное имя благодаря его делам смерть если он осквернит божественное имя также сказано марай продолжает свою мысль осуждая практику предоставления звания раввины тем кто не может быть достойным представителем торы он говорит что там дают звание не воспринявшим света торы не осеянных светом митвот они не более чем мелкие лисы кто бы ни пожелал называться раввином называет себя таким венец торы доступен всем слава торы низвергнутого прах раввин увеличает всякого пустомелью кто болтает талмуде мне было бы больно говорит он смотреть на это и я полагаю что это главная причина по которой израиль утрачивает тору пламя торы уже почти совсем погасла пусть он по своей милости сметет все препятствия нас на пути выведет на нас путь чистоты нас на путь чистоты и истины такая большая ответственность пятая мишна раби ишмаэль бар раби йосе говорит тот кто изучает тору хочет обучать других дают ему учиться и обучать тот кто изучает тору чтобы исполнять дают ему учиться и обучать и соблюдать исполнять раби цады говорит не удаляйся от общества не уподобляйся защитнику на суде будучи назначен судьей не превращая ее то есть тору не венец чтобы возвеличиться через нее не в топор чтобы рубить ею гилель также говорит тот кто использует венец торы в личных целях погибнет отсюда ты узнал что каждый кто пользуется словами торы для личной выгоды забирает жизнь свою из мира то есть расстается с жизнью то есть тот кто изучает тору чтобы обучать других бог дарует ему способность достичь своей цели и для того чтобы быть учителем нужно более высокий нужно иметь более высокий уровень знаний благодаря которому человек сможет отвечать учитель сможет отвечать на вопросы ученика тот кто учится так чтобы потом мог преподавать получает особое благословение свыше так вот тот кто учит ее чтобы исполнять дают ему учиться и обучать согласно другому толкованию если он искренне и номера и номеровался намеривался учить других и повышать уровень соблюдения евреями торы община должна поддерживать его материальной дать ему возможность полностью освободиться ради труда во имя всевышнего раби цадок был коэном и входил в число мудрецов мишны раннего периода являясь учеником школы шамая сказано далее в мишне тот кто возвеличивается венцом торы здесь говорится человеке изучающим торы чтобы похвастаться своими знаниями сказано также что если это его единственная мотивировка то ему нужно продолжать учиться и в конце концов это приведет к тому что он будет учиться истинно торе и бескорыстно говорит мара шестая мишна раби йосе говорит кто учит тору сам буквально тело его почитаем среди людей всякий кто скорняет тору сам буквально тело его презираем людьми раби йосе бен халахта был одним из самых знаменитых мудрецов того времени он был честным и скромным человеком медраше даже рассказывается как одна родовитая не еврейка часто задавала раби йосе вопросы об иудаизме и он отвечал ей давая логичное объяснение которое она могла уразуметь и медраж завершается словами этой знатной женщины ваша тора прекрасна и достойна похвалы и так всякий кто учит тору изучение тору в уважительной манере с чистыми руками чистым телом в чистом помещении уважительное отношение к книгам торы то есть необходимо следить чтобы их не клали на пол на стул или одну на другую подклеивание переплет растрепавшийся книг почтительное отношение к знатокам торы всякий кто оскверняет тору в своем комментарии к этой мишне раби яков мд осуждал привычки некоторых знатоков торы у которых не было чувства собственного достоинства ибо они готовы были уподобиться домашним любимцем богачей то есть имеет собственное достоинство чтобы также поддерживать достоинство торы грязная одежда здесь приводится что об арбанели столковал эту мишну следующим образом кто почитает тору почитает и свое тело и следит за своим внешним видом показывая тем самым уважение к торе не заботе со своем внешнем виде он проявляет неважение к торе следующее пояснение тот кто почитает тору его будут почитать все творения включая животных лицо человека почитающего тору светится сияние божественного лика и ему покоряются все другие творения тут приводится пример о даниэле когда даниэль был брошен яма со львами то львы почтили его не причинили ему зла также говорят что когда человек идет по улице и его голова его мысли полны словами торы то ему нечего бояться никаких диких зверей которые могут на улице встретиться которые могут могли бы наброситься на него он проходит мимо и они чувствуют в нем божественный свет божественное присутствие и ничего не могут ему сделать не могут ему набредить по словам рита раби йосы дополняет слова раби цадука используя торов качестве источника дохода ты осквернишь ее люди станут презирать тебя если ты почитаешь тору зарабатывая на жизнь другим способом то люди будут уважать тебя и сегодня мы еще получим седьмую мишню его сын раби ишмаэль говорит тот кто избегает суда склоняясь стороны компромиссу избегает вражды грабежа и ложной клятвы тот кто судит языкомерно глупец злодей и гордец и так тот кто избегает суда здесь есть разные позиции есть мы разберем позицию частного лица сначала вместо того чтобы обратиться в суд частное лицо договаривается с другой стороной компромиссии и он не дает возникнуть ненависти неизбежной притяжки на то есть это хороший тон и хорошие хорошие хорошая манера в общении и решение проблемной ситуации более того в трактате но церкесид даже говорится что если человека требуют вернуть деньги которых он не занимал он должен избегать передачи дела в суд сказано так ничто не случайно немало невеликое возможно что этот человек в прошлой жизни задолжал этому человеку и теперь он требует его от него деньги и ему нужно вернуть это чтобы исправить то нарушение которое было прошлой жизни теперь посмотрим со стороны судьи судья по мнению большинство большинство комментаторов обращение к судье с призывом избегать вынесения приговора и вместо этого добиваться согласия сторон компромисс таким образом судья не дает возникнут ненависти по отношению к самому себе то есть если он предложит решить мирным путем без того чтобы был приговор судья судья то тем самым он избегает ненависти по отношению к себе тот кто судит высокомерно вот теперь объясняется поведение судей это понятие объясняет два аспекта да то есть если он судит не посоветовавшись другими по своему мнению даже не будучи уверен в правильности своего решения он спешит вынести приговор и и второй момент когда он судит несправедливо он борется за то чтобы отстоять свое решение в суде только для того чтобы выглядеть правом также говорится что это относится ко всем случаем когда дилетант выносит суждение по галактическим вопросам не советую со знатоками торы глупец что же такое глупец глупец болтлив мудрец предпочитает хранить молчание здравомыслие это основная черта разумного человека которая держит под контролем речевой аппарат который является физическим фактором такого человека называют глупцом также потому что он не замечает ущерба который причиняет сам себе возбуждает к себе ненависть со стороны жертвы собственного высокомерия человек решит только тогда когда дух глупости вселяется в него это сказано в талмуде в трактате сота когда говорится женщине которая изменяет мужу из-за глупости рог штут только глупость может привести ее к этому когда она может подумать что нарушая что-то совершая грех она ничего не не изменит ничего не нарушит своей жизни только потом она видит что она потеряла семью что она потеряла мужа что она сделала несчастными своих детей саму себя также и в отношении с богом когда человек грешит когда еврей грешит то ему он может сделать только из-за глупости за этого духа глупости когда ему кажется что этот грех не нарушит его отношения с богом и сказано в мамаре басили гани который мы сейчас учим преддверии десятого швата ютшват сказано что даже еврей который не заблюдает ничего когда его под страхом смерти заставляет отказаться от веры он готов принять смерть но только не предать веру в бога потому что в этот момент он чувствует и понимает что если он это сделает то он потеряет связь с богом а греша совершая небольшие проступки человек по глупости не понимает что он тоже нарушает свою связь с богом но ему кажется это незначительно иначе бы он этого никогда не делал согласно талмуду бава батра со дня разрушения храма способность пророчествовать была отнята у разумных людей передана безумцем и детям то есть этот высокомерный судья он может вынести правильный приговор это произойдет не благодаря его мудрости а потому что ему как глупцу ударобно способность изрекать своего рода пророчество а если же он вынесет неправильный приговор то он злодей в обоих случаях такой судья ведет себя как гордец его высокомерие в суде затронет также другие сферы его жизни поскольку один грех влечет за собой другой как уже сказано и в заключении комментарии от Мишны говорится о низвержении трех столпов итак судья не понимает что пытаясь укрепить столб справедливости он может опрокинуть все три основные мироздания мир справедливость и истину если он вынесет неправильный приговор то невиновный участник тяжбы возненавидит его и столб мира будет поколеблен он также инициирует воровство являющееся противоположностью справедливости потому что пострадавший от несправедливого приговора окажется обворованным и он также по ошибке вынудит одного из участников чтобы дать ложную клятву противоположность правды так сказал Мораль на этом мы сегодня закончим и до скорых встреч до скорых встреч до скорых встреч и он